Сегодня в городе над Бугом был дан старт 34-му международному турниру по стрельбе из лука. Соревнования проводятся на призы брестского лётчика-космонавта. Дважды герои Советского Союза Петра Климукая уже давно стали доброй традицией, которую развивают и поддерживают на Брещене не один десяток лет. Прежде всего, конечно, это этап подготовки к очередным соревнованиям. Но учитывая, что сейчас в этом году основные старты уже прошли, ну не считая молодёжных олимпийских игр, которые идут параллельно с нами, то на сегодняшний момент наша младшая группа готовится к спартакиаде школьников Беларуси, ну а более взрослые откатывают своё мастерство, готовясь к своим внутренним стартам в России, Беларуси и в Азербайджане. Поэтому, конечно, прежде всего это общение, это мастерство, которое демонстрируют друг другу, ну и перенимание моего опыта, безусловно. По соревноваться в меткости и сноровке на Берестейскую землю приехали 89 спортсменов, среди которых как представители нашей страны, так и зарубежные гости. Лучники из России, Украины и Азербайджана. Что примечательно, немало на площадке представительниц прекрасного пола. Пути, которые привели девушек в этот неженский, на первый взгляд, вид спорта различный, а вот цель практически у всех совпадает. Высшая спортивная награда – олимпийское золото. И возможность ее достичь может представиться уже через два года в Рио-де-Жанейро. Меня вот заинтересовал тренер, он пришел, то есть сказал, вот дети, хотите заняться любой звук. Меня это заинтересовало, меня интересовало вот такое все необычное. Ну и вот решила попробовать, как-то затянула. Турнир в Бресте продлится до 23 августа и завершится торжественной церемонией награждения победителей. Ну и каждый соревновательный день уверены как организаторы, так и сами спортсмены, принесет немало запоминающихся событий и положительных эмоций. Подобное соревнование – хорошая возможность не только испытать свои силы, но и узнать степень подготовленности соперников, а главное – пополнить список своих друзей. А потому совсем неудивительно, что часто современные Рубингуды за пределами стадиона искренне желают успехов не только себе, но и соперникам на площадке. Есть и друзья, и приятели с разных стран. Пожелаю всем удачи, спортивных достижений, хороших побед.